И снова здравствуйте, вы на канале Девайс. Сегодня на обзоре мы рассмотрим пару процессоров Reason 5 от компании AMD 3400G и 3400GE, а также протестируем их производительность в современных играх. Актуальную стоимость процессоров вы можете узнать, перейдя по ссылкам в описании к видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры и сравнения. Четырехъядерники вроде Reason 5 3400GE и 3400GE, снабженные интегрированной графикой RX Vega, могут стать весьма востребованным вариантом для тех, кто захочет собрать недорогую платформу как для игр, так и для работы. Хотя формально рассматриваемые процессоры и относятся к семейству Reason 3000, фактически это процессоры более низкого класса даже по сравнению с Reason 5 3500X и 3500. Все дело в том, что выпускаются они по старой 12-нанометровой технологии, основываются на процессорных ядрах с предыдущей микроархитектурой Zen. Следовательно, удельная производительность вычислительных ядер у них несколько ниже, чем у современных процессоров AMD без интегрированной графики. Версия GE загнана в рамки 35 Вт по T5, а версии GE оставили энергопотребление на уровне 65 Вт. Это означает, что коробочного кулера для любого из них будет достаточно, если вы, конечно, не собираетесь поиграть в разгон. Как и другие Reason 3000 серии, эти модели предназначены для эксплуатации в рамках экосистемы Socket M4. Причем они не только полностью совместимы с современными платами на чипсетах А320 и 450X470-570, но и могут работать со многими более старыми материнками на базе чипсетов V350 и X370. Это значит, что Пикассу отлично подходят для сборки недорогих систем, для них можно выбирать самые бюджетные платформы. Давайте более подробно рассмотрим характеристики этих моделей. Уместным будет напомнить, что процессоры, которые AMD оснащает интегрированной графикой, принципиально отличаются от привычных Reason по внутренней структуре. Во-первых, они базируются на монолитном процессорном кристалле. Никакие чиплеты в этом случае не применяются. Во-вторых, как в Пикассо, так и в Рейгенридж все вычислительные ядра объединены в один единственный CCX-комплекс, что объясняет ограничение их максимального числа четырьмя штуками, но зато гарантирует постоянство задержек при обращении всех этих ядер к кэш-памяти третьего уровня. И в-третьих, L3 кэш в таких процессорах сокращен до 4 МБ. Если говорить о формальных характеристиках Пикассо для настольных систем, то Reason 5 3400G и Reason 5 3400G на фоне предыдущего поколения в первую очередь выделяются чуть возросшими частотами как вычислительных ядер, так и интегрированного GPU семейства RX Vega. Модели получили 3,7 ГГц и 3,3 ГГц базовой частоты соответственно. И у RCG на 100 МГц увеличена частота GPU, и она достигает цифры 1,4 ГГц. Как и в предыдущем поколении, оба процессора с интегрированной графикой не имеют заблокированных множителей, то есть их можно разгонять, причем как CPU, так и GPU части. Разгону можно подвергнуть и оперативную память, но надо понимать, что контроллер памяти в этих моделях не такой всеядный, как в 7-нанометровых процессорах серии Reason 3000, поэтому на покорение запредельных режимов можно не рассчитывать. В этом отношении все будет скорее похоже на то, как разгоняется память в Reason первого или второго поколения. Никаких конкурентов у интегрированной графики AMD как не было, так и нет. Intel в течение последних лет не вносит никаких изменений в свои встроенные GPU, в результате чего гигантский разрыв между графической производительностью Picasso и Coffee Lake только расширился. Более того, применяемые в Reason 5 3400G и 3400GE графическое ядро RX Vega успешно конкурируют даже с дискретными видеокартами уровня GeForce GT 1030. Как показывают тесты, системы, построенные на одних только процессорах AMD с интегрированной графикой, по быстродействию в играх оказываются мощнее конфигурации с Core i3 и 80-долларовыми видеокартами. В большем числе не слишком требовательных графической производительности игр они способны обеспечить хороший уровень FPS в разрешении Full HD при выборе среднего уровня качества, без какого-либо сглаживания, а в тяжелых с графической точки зрения играх для получения приемлемой частоты кадров достаточно снизить разрешение до уровня 720p. Сразу же стоит сказать, что процессоры Пикассо не рассчитаны производителем на работу с внешними графическими ускорителями. Да, такое их использование возможно, но придется мириться с некоторыми ограничениями, которые были даже на уровне спецификаций. Так испытуемые модели могут взаимодействовать с дискретной видеокартой лишь по восьми линиям PCI-Express, причем речь здесь идет о третьей, а не о четвертой версии протокола. Иными словами, комплектации систем на базе данных процессоров полноценной графической картой высокого класса не слишком радужный сценарий. Иными словами, купить сначала один из Пикассо, попользоваться системой на его основе с применением интегрированного GPU, а потом добавить в эту сборку какую-то видеокарту средней ценовой категории – вполне нормальный план. Но в системах, которые рассчитаны на работу с дискретным GPU изначально, данные процессоры применять нецелесообразно. Во многом, Ryzen 5 3400G и Ryzen 5 3400GE – это уникальные предложения компании AMD, которые трудно подобрать прямых конкурентов. Дело в том, что Intel пока не располагает десктопными продуктами с мощным интегрированным графическим ускорителем. Тем не менее, если исходить из цен, то альтернативами гибридным процессорам AMD могут считаться как представители серии Core i3, так и младшие модели Core i5. Но десктопный процессор AMD с интегрированной графикой не стоит считать универсальным продуктом. Такие решения производитель разработал с конкретной целью предоставить в распоряжение пользователей высокоинтегрированный чип, на базе которого они со сравнительно небольшими финансовыми затратами смогут собирать бюджетные игровые компьютеры и мультимедийные центры. С этими задачами данные процессоры прекрасно справляются в соответствующей рыночной нише. Они выглядят не просто уверенно, а на голову лучше всех иных вариантов. Хотелось бы узнать ваше мнение по данному поводу. Какой процессор понравился вам больше и почему? Пишите свои мысли в комментариях, я их обязательно прочитаю. Также предлагайте варианты для следующих сравнений или обзоров. А на этом все. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и не забывайте ставить лайки. С вами был канал Девайс, пока! Субтитры сделал DimaTorzok